Безопасность и охрана всегда приоритетны для человека, его спокойной и уверенной жизни и работы. Неудивительно, что для этих целей используются всегда самые современные разработки и технологии. Сегодня мы поговорим об одной из самых популярных охранных систем – о видеонаблюдении. Использование камеры видеонаблюдения приобрело широкий масштаб. Их устанавливают не только в магазинах и банках, но и в государственных учреждениях, транспорте и во многих дворах и подъездах жилых домов. Они необходимы для визуального контроля и автоматического анализа изображений. Используя новейшие методы получения и обработки видеоинформации, можно осуществлять непрерывный сбор и передачу, интеллектуальный анализ и архивирование видеоданных от большого числа камер с возможностью оперативного отображения. Сегодня мировой спрос на камеры видеонаблюдения для систем безопасности стремительно растет. В нашей стране также уделяется особое внимание данной сфере. Частное предприятие Nine Technology Group специализируется на разработке и производстве электронных охранных систем и систем видеонаблюдения, в том числе камеры и видеорегистраторов, комплектующих к ним материалов. Вся продукция выпускается под брендом Nine. Директор компании Анвар Курбанов рассказал нам о выпуске отечественных камер видеонаблюдения. На данный момент у нас наша линейка, если взять именно видеонаблюдение, у нас больше 20 видов видеокамер мы запускаем, производим на данный момент и планируется еще расширить эту линейку. Компания принимает активное участие в реализации государственных программ, таких как «Безопасный город», «Безопасный туризм», видеонаблюдение за процессом вступительных экзаменов в ВУЗы и фиксации нарушений правил дорожного движения. Мы сейчас работаем, наши инженеры работают над проектом «Безопасный город». То есть там идет распознавание номеров, распознавание нарушений правил дорожных движений и тому подобное. То есть интеллектуальные камеры, интеллектуальные возможности наших продуктов, она расширяется. И до конца этого года мы планируем это все запустить и показать, презентовать. Визуальная информация, полученная в процессе наблюдения, может использоваться для предотвращения, раскрытия и расследования преступлений. Поэтому на сегодняшний день применение систем видеонаблюдения активно внедряется в деятельность органов внутренних дел. В частности, использование интеллектуальных камер, способных распознавать черты лица. Сейчас работаем над автобусом наших ГУВД, тоже есть такой заказ. Мы туда планируем поставить интеллектуальные камеры, чтобы они могли распознавать лица. И помимо этого, у нас есть такой проект, чтобы если что-то случится, вот автобус пришел, они оперативно могли поставить еще 20 камер территории без проводов, то есть дистанционно. Тоже такие возможности у нас уже есть. В день компания производит 500 камер видеонаблюдения разной конфигурации. Среди них потолочные, купольные и корпусные камеры. Они обладают следующими характеристиками. Разрешение камеры 2 и 4 мегапикселя, 30-кратный зум, режим день-ночь и другие. Помимо производства камер видеонаблюдения, компания выпускает ручные и арочные металлодетекторы. До конца текущего года запланирован выпуск турникетов. Также тестируются автоматические шлагбаумы, оснащенные камерами фиксации и распознавания автомобильных номеров. Стрела шлагбаума поднимается только для тех машин, чьи номера записаны в специальной базе данных. А для входа в здание или помещение компании разработана автоматическая система допуска лиц по отпечатку пальца или специальной карте. Для неизвестных системе людей дверь помещения не откроется. Таким образом, компания предлагает комплексные системы безопасности, обеспечивающие контроль и безопасность от городских квартир до крупных промышленных предприятий. Она располагает широким спектром современного оборудования различной степени сложности, а также предоставляет большой перечень услуг, которые включают в себя разработку проектов систем видеонаблюдения, монтаж и установку необходимого оборудования с последующей гарантией и периодом сервисного обслуживания. Субтитры создавал DimaTorzok